Друзья, приветствую всех зрителей канала «Униан». Это программа «Тайны с Жирновым», очередной её выпуск. Сергей, здравствуйте. Спасибо, что снова нашли время пообщаться со мной и с нашими зрителями. Привет, Алексей. Привет всем нашим зрителям и всех, кто празднует события по елюанскому календарю с наступившим Новым годом. А вас с наступающим днём рождения, потому что у вас в день, когда выйдет наша передача, всё будет день рождения. Спасибо, что... Заранее поздравлять нельзя, но поскольку наша программа выйдет в ваш день рождения, то я вас поздравляю. Спасибо вам огромное, очень приятно, что помните. Сергей, ну, те, кто в Российской Федерации, большинство, конечно, будет эту ночь отмечать Старый Новый год, но значительная уже часть этого населения будет это делать у костров, под тремя одеялами, в валенках в собственной квартире, скорее всего. Там продолжается серия катастроф в сфере ЖКХ. Мы в прошлый раз с вами это обсуждали, да, и неделька выдалась снова горячей. Во-первых, в Подмосковье ничего толком не починили, у людей лёд в подъездах и квартирах стоит. Последняя новость, вот 14 января, день, когда мы пишем эту программу, авария на Гре составила 120-тысячный город Тульской области без отопления. Там ситуация очень и очень аховая. Смотрите, с конспирологии начинаем. Проблемы ЖКХ в российском, они накапливались годами, да, эти трубы там гнили десятилетиями. Мы это прекрасно понимаем. Но почему они начали прорываться аккурат во время избирательной кампании, так называемой Путина? Совпадение я лично не думаю. Ну, хороший вопрос, значит, давайте по порядку разбираться, да. Во-первых, это Путина догнала карму. Во-вторых, это Россию догнала карма, да, потому что, вот вы говорите, они там будут этот Новый год, старый Новый год справлять с лаптями и у костров. Ну, типа, если бы перешли на Григорианский календарь, как все приличные люди, то и не надо было тогда жить в прошлых веках и, так сказать, не догоняло бы карм. Но с точки зрения, конечно, конспирологии, вы знаете, я с вами, пожалуй, в общем, соглашусь, что здесь есть над чем подумать. Потому что на самом деле в путинском государстве идет сейчас война элит. Она была не столь заметна, вернее, она была заметна настолько ярко, что люди перестали на нее обращать внимание, да, потому что, ну, хотя слово элита – это слово очень условное, да, элита – это не в том смысле, что самые лучшие люди, а самые заметные люди, да. И бывают они просто уроды полные, да, типа Путина или там Пригожина, например, да, но они входят, поскольку они там у власти стоят, поскольку они богаты, поскольку они принимают участие в решении каких-то задач государственных и окологосударственных, то они относятся к элитам. Так вот, эта борьба элит идет уже, в общем, ну, год так точно, да, потому что Пригожин, который боролся с Сойгу и с Герасимовым, с военными, Путин на это дело все взирал, так сказать, со стороны и позволял всему это дело существовать. Затем мы вспоминали про Кадырова, затем мы вспоминали про религиозные и околорелигиозные свары, а именно мусульман Путин встал на сторону мусульман, а, значит, бедный несчастный Кирюха под названием Патриарх Вселенской, всея Россия, значит, обиделся, и там тоже идет очень большая проблема. И, на самом деле, сюда же можно отнести и постановление Валерия Дмитриевича Соловья о том, что старый Путин умер и теперь есть двойник, потому что это тоже война элит, потому что Валерий Дмитриевич Соловей откровенно сказал, что он принадлежит к околокремлевской группировке, одной из околокремлевских группировок, которая, так сказать, его защищает, а поскольку он ведет борьбу и с Путиным, и с Патрушевым, и с прочими другими, то это война башен Кремля, так сказать, и это все тоже в этом деле участвует. И плюс есть, на самом деле, очень активная сейчас война внутри кремлевской администрации, потому что там, как выясняется, значит, есть некий Громов и есть некий, этот самый, как называется, Кириенко, и они по-разному глядят на предвыборную кампанию Путина, они к разным группировкам относятся, и, значит, если Кириенко пытался предложить Путину сделать, значит, эту самую предвыборную кампанию на основании миролюбия, на основании чего-то там конструктивного, там, я не знаю, каких-то экономических успехов и так далее, то, судя по всему, выиграла партия войны, и Путин пошел по пути милитаризации предвыборной кампании, и по этому поводу, значит, внутри кремлевской администрации все это дело ведется. И в этом аспекте, конечно, когда появляются проблемы с яйцами, за которые отвечает министр сельского хозяйства, сын Патрушева, то понятно, что, в общем, напрашивается вопрос, а просто так ли она возникла, эта проблема с яйцами на пустом месте и на рыночном месте, или потому что ее кто-то спровоцировал. Да, и, кстати, Путин критиковал сына Патрушева за его яйца, вот, и пошлил 14 декабря аж даже на прямой линии. Вот, потом, значит, война курицы, значит, и снова мы хихикали по поводу того, что было первым, курица или яйцо, выясняется, что у них все последнее, вот, и ничего первого нету, да. И вот теперь возникает эта история с прорывом, значит, коммуналки. Причем я с вами согласен, потому что, в общем, ну, Российская Федерация – это северная страна, да, и почему это вдруг эту коммуналку вот так прорвало, вот именно вот в этот год предвыборный, вот именно так, ну, конечно, может быть, так сказать, срастись так, потому что просто 30 лет после распада Советского Союза никто ничего не ремонтировал, вот, и, строго говоря, в общем, эти трубы у них прорывало каждый год. Просто, может быть, меньше, не в таком объеме, вот, но я с вами соглашусь, что, а может быть, кто-нибудь помог этим трубам, чтобы вот так вот явно и так вот везде, прям вот во время этой самой предвыборной кампании, и потому что, ну, это явно, конечно, Путину не помогает, так сказать, тем более, что у него вообще ситуация сложная, потому что от него устали, объективно устали, потому что 24 года, когда находится один и тот же человек с одним лицом, то, в общем, от него устают люди, конечно. Вот, и, конечно, здесь есть о чем подумать, и я не удивлю, меня, скажем так, вот если бы в итоге выяснилось, что все это дело, на самом деле, какие-то диверсионные акты, да, которые просто помогают, потому что там же ведь не обязательно там что-то взрывает, да, там просто надо помочь, там просто там дырочку где-нибудь там просверлить чуть-чуть побольше, и все, а дальше уже физика сделает свое дело, и все это дело громыхнет так, что мало не покажется. Да, конечно, я согласен, что в этом есть какая-то взаимосвязь, потому что если это карма, то уж у Путина тогда, ну, очень плохая карма сейчас. Ну, действительно, да, если карма, то намолил, так намолил. А просто еще же и пожары, и горит, и полыхает, и тоже в разных точках Российской Федерации. А на след, вот того, что вы говорите, что это может быть башня Кремля между собой, да, друг другу там свинью подкладывают, след ФСБшный в Подольске. Вывели же журналисты-расследователи на бывшего охранника Путина, да, еще на какого-то ФСБшника, которые владели этим патронным заводом, на территории которого и был вот этот вот отопительный комплекс, который, в общем-то, и рванул. Поэтому, скорее всего, эта версия очень рабочая, ее стоит рассматривать. Ну, она, она, вот вы, кстати, произнесли ключевое слово ФСБ, потому что, кстати, вот даже, да, даже война башен Кремля происходит с участием ФСБ, потому что стало известно, что, например, одна из представителей очень значимых военного клана, вернее, нет, наоборот, клана Кириенковского, Кириенковского клана, на нее давили ФСБшники, то есть практически на сотрудницу администрации президента, то есть там с допросами, там с вызовом в, соответственно, следственное управление ФСБ и так далее. То есть на самом деле там действительно идет очень большая война, и, вы знаете, я-то, откровенно говоря, меня это радует, потому что это вот та самая внутренняя война, о которой мы с вами говорим там уже там полтора года, я вам каждый раз говорю, что я вот жду, когда это у них громохнет вот в элите в этой самой, да, когда вот та элита, которая понимает, что Путин их всех тянет за собой в могилу, начнет против него бороться. И, похоже, эта борьба началась уже довольно активно. Понимает ли это, интересно, Путин? Хорошо, ну, наверное, понимает, что он предпринимает, мы пока анализировать не можем. Давайте, что он предпринимает по поводу того, что у него какая-то часть населения замерзает и греется у костров по ночам? Ровным счетом ничего. Он снова запрещает эту проблему. Путин вообще ничего не предпринимает никогда, это известная история, это 24 года уже действует, и больше того, даже тогда, когда он работал в Ленинграде или в администрации президента, это всегда у него такой стиль работы. То есть, ну, в лучшем... Он не напрягается. Да, он не напрягается. Да, он сказал, не напрягается, вот я 24 года не напрягаюсь и напрягаться не собираюсь, да, и поэтому чего вы, типа, в голову берете? Расслабьтесь, получите удовольствие, замерзните в этих самых своих квартирах, и нам будет проще всего от этого. То есть, ну, на самом деле, там какое-то он поручение дал, кстати, он издал приказ о национализации, этой самой котельной, да, вот, которая принадлежала патронному заводу, вот, и который принадлежал одному из его охранников или, там, бывшему сотруднику ФСО или ФСБ, вот, то есть, в этом смысле, как раз это был первый раз, когда он активно принял какое-то участие, но мы же понимаем, что от того, что национализирован этот завод, проблема котельной-то не решена, то есть, наоборот, это кто-то, может быть, даже решит вопрос, очередной вопрос с собственностью, с отбором собственности, вот, и, кстати, это мой ответ вам тоже и на ваш подвопрос по поводу пожаров, да, потому что там, естественно, с одной стороны, все это горит вроде бы из-за плохой проводки, а плохая проводка – это, как правило, там, старая советская проводка, но, с другой стороны, вот, допустим, этот самый склад огромный в Санкт-Петербурге, который, кстати, не чистый, если не к делу, был подстольным складом, вот, там, огромные площади, там, пожар, только один пожал 70 тысяч квадратных метров, выгорело, сгорело, там, на 10 или на 20 миллиардов рублей продукции, это еще и к тому же обыкновенное прикрытие воровства, потому что, когда вы чего-то своровали, то самый простой вариант – это просто склад, чтобы сгорел, да, потому что операция «Ы», мы это смотрели еще в советское время, значит, либо нужно сделать вид, что ваш класс «Обворовали» кто-то, вот, причем он же и так уже «Обворован», да, вот, в операции сказали, что «Да воровать ничего не надо, до вас уже все своровали», да, вам просто нужно прийти и сделать вид, что вы его своровали, и все, больше ничего делать не надо, вот, ну, а еще и более эффективный способ, чтобы все сгорело, и тогда концы вводу, и тогда непонятно вообще, что там было, а что там не было, хотя, на самом деле, это не так, потому что киминалистика может сказать, сгорели там, допустим, 33 тысячи стиральных машин, или там сгорело всего 30 стиральных машин, а 2700 были перед этим, там, 2970 были сворованы перед этим. Так, ну, по поводу, уже вспомнили мы с вами, что Путин не напрягается, да, он свое политическое кредо выдал на этой неделе, выдал он его на Чукотке, очень неожиданный визит, почему неожиданный, он там появился, если верить СМИ, я в нескольких источниках видел, впервые вообще за свое 24-летнее президентство. С чего бы такое внимание внезапно к этому региону, ну, вряд ли только лишь показать для того, что, ну, показать россиянам, что есть места и похолоднее, чем подмосковье. Ну, вы знаете, по-моему, как раз вот, во-первых, это именно для того, чтобы показать, что вот это там холодно, там холоднее, чем в Москве, вот, и ничего, вот смотрите, люди живут, хотя люди там на самом деле не живут, там очень много людей живет вахтовым методом. Во-вторых, это символика, потому что это все-таки Дальний Восток, ну, и типа Путин идет с Дальнего Востока и в сторону Москвы, значит, делает свой вояж, посещая какие-то регионы. Действительно, я подтверждаю эту вещь, что он действительно никогда в Чикотку до этого не ездил, он первый раз там оказался. Чикотка, кстати, не слабенький регион, 740 тысяч квадратных километров, это на 100 тысяч больше, чем Украина, да, так, чтобы люди представили, что это такое, да, вот, то есть это большое-большое-большое место, вот, ну, и потом, вообще-то это странно, потому что на Дальний Восток он ездит регулярно, да, у него там Восточный экономический форум каждый год, и он туда регулярно ездит, да, и его посещение, допустим, Хабаровска было совершенно четко запланировано, потому что даже вот человек, который там, значит, модерировал его эту встречу якобы там с предпринимателями какими-то местными, он на самом деле был никаким не местным, он прилетел туда за несколько дней до приезда Путина, пообщался с местными предпринимателями и делал вид, что в курсе всего, и что очень хорошо все знает, хотя на самом деле первый раз Хабаровский сам, этот Пинкус или как-то там Пикин, Пити, ну, какой-то там человек из деловой России, вот, нет, я думаю, что это просто такая символика, что видите, от Берингового пролива, и причем посмотрели так символически в сторону Аляски, который, в общем, так сказать, кусок, на который Путин, может быть, даже захочет когда-нибудь претендовать, потому что Медведев-то уже проговаривал, что пора нам и Аляску вернуть, да, американскую, то есть я думаю, что вот просто такая, значит, символика, что типа начинаем с самого отдаленного района Российской Федерации, с Дальнего Востока, и потом продвигаемся к более-менее освоенным территориям. Абаз Галямов подчеркнул, что еще он демонстрировал свою физическую выносливость еще, что он не сильно стар и может выдержать такой длинный, огромный перелет, и Путин, кстати, потом подтвердил эти слова этого политолога, помните, он же там начал ни к силу Негороду, он сказал, заявил о том, что он готов, полон сил, вот, цитата, и готов к президентству, а потом еще даже добавил, что зачем-то, что он занимается по два часа спортом в зале и в бассейне. Ну, как зачем, для него это очень показательная вещь, потому что он же все свои 20 лет перед этим демонстрировал свое физическое здоровье, вот, а сейчас ему ведь стали говорить, что типа старый пердун-то постарел и больше уже не здоров, потому что, посмотрите, на Рождество, раньше он нырял в прорубь, а теперь, причем загалялся на воздухе, на свежем воздухе в минус 15, минус 18, дырял в эту самую прорубь. Сейчас он этого не делает, раньше он катался на лыжах, сейчас он этого не делает, и пошли разговоры о том, что раньше он играл в хоккей, сейчас он этого не делает, вот, и пошли разговоры о том, что все, дедушка уже старенький, уже показывать-то нечего, да, и раздеваться уже не хочет, вроде, да, вот, вместо этого устроили, значит, эту голую вечеринку у Ивлеевой, вот, и, кстати, мы тоже все там смеялись, что их разогнали не потому, что они все голые, а потому что Путина они с Шойгу не позвали, да, потому что обычно Путин с Шойгу там любят, это самое, голыми своими задницами и передницами, значит, щеголять перед публикой, а вот их не позвали, и по этому поводу разгромили всю эту бодягу, вот, нет, ну, у него явно совершенно есть какие-то проблемы со здоровьем, потом уже он два года кашляет на каждом собрании, когда мы уверены, что это Путин, да, то есть, вот, если мы не уверены, то есть, если какой-то там человек похожий на Путина, то вот он не кашляет, а если Путин, то он кашляет просто жуть, вот, и, в общем, пошли разговоры о том, что здоровье уже не то, в общем, и дедушка стареет, и дедушка, значит, здоровье слабеет, и он нам проговорил, но, опять же, он же нам, нас не пригласил в бассейн, то есть, вот, если бы хотели сделать нормальную превыборную кампанию, тогда надо было сделать так, чтобы посещать там бассейн в этом самом, в Чукотке, значит, какой-нибудь тепленький, и там проплыл там, ну, я не знаю, два часа, ну, вот, пусть поставили камеру, пусть бы он плавал два часа перед этой камерой, и мы бы ему тогда поверили, что он может плавать, да, вот, а на самом деле он просто сказал, что он посвящает, а сказал, знаете, это, я вам тоже могу сказать, что я каждую ночную луну летаю вообще, и какие проблемы-то? Как говорят в Одессе, говорите и вы, язык есть, говорите и вы, но, действительно, его карма, она догоняет даже вот в каких-то мелочах, вот только он рассказывал на этой неделе о том, как он по два часа спортом занимается, большой еще, конечно, вопрос, откуда у хорошего президента, такой огромной страны, до которой еще и воюет, находится каждый день два часа на спорт, но оставим это без ответа, потому что... Почему? Почему? Он ответил на это, он ответил, он говорит, мне напрягаюсь, конечно, я не занимаюсь никакими государственными делами, я вот два часа, значит, в этом самом поплавал, потом отдохнуть надо, потом попить пивка, потом шашлычков поесть и так далее, какая, вы что, о войне какой-то же надо было... Понятно, да, ну смотрите, как посмеялись небеса, только вот он начал в очередной раз рассказывать о своем спорте и о своем здоровье, да, о том, как он готов к президентству, как пришла новость о том, что умер его личный врач и геронтолог, который гарантировал Путину чуть ли там прожить не до 100 лет, но минимум 20 лет он ему обещал, по-моему, такой полной активности жизни. Мне эта новость напомнила анекдот, известная гадалка погибла в авиакатастрофе. Вот приблизительно так получается. Сколько протянет пациент, если его главная надежда протянула до 77 лет, конечно, тот еще вопрос. Ну да, главная надежда, которая говорила, что человек должен жить до 200 лет, а умер в 77. Да, то есть в принципе мы понимаем, каково качество этого самого геронтолога. Ну, карма действительно догоняет Путина, но зато, видите, значит, его дочка старше Екатерина Воронцова, которая занимается, судя по всему, вопросами, значит, долголетия там и так далее, дала в ответ после смерти геронтолога огромное интервью на 40 минут, значит, где там рассказывала всякую ахинею про науку. Слушать совершенно невозможно, конечно. Вот, но, видите, вот такую компанию такая есть, вот, показалось. Кстати, из любопытства, оказывается, вот я посмотрел там только на одном канале, ее там за миллион 200 тысяч посмотрела, просто из любопытства, потому что, ну, раскрутили, дочка Путина дала большое интервью, и все начинали слушать, а потом на четвертой минуте начинали клевать носом, на пятой минуте просто засыпали, потому что слушать невозможно, потому что это очень неинтересное интервью, это очень неинтересный человек сам по себе, то есть, ну, у нее все складно, она говорить умеет, это не отнимешь, потому что понятно, что она там училась в каком-то там в университете, защищала кандидатскую диссертацию, то есть в этом смысле у нее складная речь, гораздо более складная, чем у папы, в этом смысле она более современный человек, вот, но она абсолютно классическая, абсолютно неинтересная личность, вот, и она тоже там поговорила жуткую совершенно фразу, она сказала, что в нашей стране, где главной ценностью является человеческая жизнь, и вот тут мы стали все, значит, смеяться гомерическим смехом, потому что папа ее, значит, отправил на смерть 350 тысяч военнослужащих Российской Федерации и еще 700 тысяч покалечил, а дочка говорит, что у нас самая главная вообще ценность – это человеческая жизнь, то есть больше билиберды вообще сказать эта самая дама не могла. Ну, вытащили ее на свет Божий для того, чтобы смягчить образ Путина, наверное, да, во время этой кампании? Ну, да, чтобы… Не говорила. Чтобы оттенить, ну, вы знаете, даже не то, что смягчить, а ведь он же говорит, он же объявил 24-й год годом семьи, и сразу после этого постоянно один, и даже у него было издевательство, вот мы в прошлый раз с вами говорили об этом, да, что он на развество, значит, приехал к бедным несчастным детям каким-то там, к сиротам, вернее, они к нему приехали в его резиденцию, и он там был один бобыль без семьи, ни дочек, ни жены, ни любовницы, ни внуков, никого вообще, никого вообще не было, и опять показали, чтобы показать, что у него все-таки вот эта дочка есть, да, но опять же, если год семьи показать, что у него какое-то есть человеческое лицо, ну, надо было их вместе тогда посадить, тогда она, он, и она там ему сказала бы там «папа», и вот если бы она бы сказала «папа», то мы, может быть, даже на Путина посмотрели бы как там на более там человечного человека, ну вот, а на самом деле вот это отдельное интервью, причем для, ну, условно, наука какого-то образного канала, оно, на самом деле, с моей точки зрения абсолютно настолько же провальное, насколько последнее интервью Путина, потому что она никакого человеческого лица не добавляет, ни ей, ни ему, и уж тем более, когда она одна дает это дело, и, опять же, несет ахинею, что у нас самая большая ценность в Российской Федерации и в российской православной религии ценность человеческой жизни, это, ну, просто, ну, вот одну, одну этой фразы... — Уточнило, что ценность одной человеческой жизни Путина. — Да, да, вот вы знаете, да, это, помните, как все для человека, все ради человека, старый советский анекдот, и я даже знаю, как звать этого одного человека, да. — Ну, так вернемся тогда к жизни, к ценности этой жизни для самого Путина. Если у него есть врач-геронтолог, да, давайте снова, вот давно мы уже с вами обсуждали, к чему вообще прибегает Путин для того, чтобы продлить свою жизнь. Насколько он зациклен на этой теме, как много людей сделали карьеру на этой его зацикленности, на этом пунктике, как много последователей у него, потому что все же на него равняются и хотят быть приближенными хотя бы там, ну, в эзотерических каких-то там ведических и других практиках. — В эзотерике на него равняется весь Кремль и вся Москва, и к шаманам ходят теперь абсолютно все чиновники московские и немосковские, устраивают оргии какие-то шаманические и сатанистские, опять же, вся Москва подпольная. Отсюда, кстати, эти вечеринки, да, вот это... Нам показали, кстати, самую безобидную, да, там они не ели младенцев, они не пили кровь праведников, там ничего, они просто ходили голышом. И то даже не голышом, а в сеточках каких-то, да, самое-то интересное было скрыто за носками там и прочими всякими ненужными атрибутами. Вот. Он это, безусловно, это его дело волнует, и это его стало волновать где-то к годам, мне кажется, к 50-ти. Вот когда у него появились первые морщины, когда у него стали вылезать волосы, и вот тогда ему стали колоть ботокс, а тогда это было уже популярно, потому что ботокс стал популярным. Вот я помню, я работал в Швейцарии в конце 90-х, в начале 2000-х годов, и вот ко мне стали ездить такие мужики, такие, ну совсем рабочекрестьянские такие, ну крестьяне, ацахи, да, ну правда с миллионами наворованными, вот. И, значит, в Швейцарии им кололи ботокс, и я помню, меня вот это самого очень коробило, потому что какие-то, ну совсем, я понимаю там люди, которые работают на публику, да, там артисты какие-нибудь, там, я не знаю, политики, которые являются публичными деятелями. Вот, а когда никому неизвестный какой-то там бывший крестьянин ацахи, у которого просто есть лишний миллион, и, значит, ему ничего не стоило проколоться там за 10 тысяч швейцарских франков ботоксом, и совершенно непонятно зачем, то есть, грубо говоря, что у тебя изменилось, потому что у тебя как был кондовый, значит, совковый фейс, так он у тебя и останется хоть с ботоксом, хоть без ботокса. Вот, и я так понимаю, что Путин вот тогда его подсадили на это дело, потому что, ну просто чтобы, так сказать, сделать такое лицо гладкое, ровное, без морщинок, без ничего, хотя я считаю, что на самом деле человеку с возраста наоборот морщины идут, потому что морщины ведь разные тоже бывают, это вот морщины там, вот, допустим, у уголков глаз, это морщины от смеха, то есть, в общем, от хитрости, от шуток, от хорошей и хорошей жизни, морщины на лбу, это потому что вы думаете там, что, что, да, морщите лоб, то есть, на самом деле, я не считаю, что морщины – это показатель обязательно, тем более для мужчины, для женщины – это совсем другой вариант, потому что женщины по-другому совершенно относятся к своему лицу, но для мужчины это абсолютно не криминал, так сказать, да, посмотрите на, там, я не знаю, на старых актеров голливудских, допустим, там, Шон Коннери, я считаю, что, когда ему исполнилось 60 лет, он стал выглядеть гораздо лучше, чем когда он был просто молодым, красивым мужиком, но никаким, ну, то есть, он был красивым, обычным мужиком, от которых, там, я не знаю, там, миллион существует, а вот когда ему исполнилось 60 лет, он стал выглядеть очень… У Путина таких шансов не было, он не той породы, он прибей с кровью. Да, у Путина не той породы, вот, а дальше, вы же сами понимаете, что все эти истории с борьбой против старения – это во многом, конечно, очень большие деньги, потому что любые продукты, которые, или, там, медикаменты, которые используются, вот, ну, у вас есть специальное образование, вы понимаете, как это дорого может стоить, вот, как это сложно сделать, потому что иногда делают медикаменты, которые прямо вот с вашим, под ваш ДНК, там, подстраивают, чтобы именно для вас это действовало. В этом смысле у него не было никаких ограничений. И, вообще, вот, я согласен, мы как-то с Марией Максаковой обсуждали эту тему, я согласен, что есть ли у него и есть какие-то дети, там, от Кабаевой, кстати, причем, я так думаю, что они, если рождены, то были рождены в пробирке. Да, а также вот от кривоногих, там, криворуких, как-то, и еще какую-то, там, любовницу ему шили. Вот, то эти дети – это просто потенциальные доноры стволовых клеток и органов для него. То есть, на самом деле, ему наклепали, там, пять, четыре или пять каких-то детей с его ДНК на тот случай, что если вдруг у него что-то там будет отсыхать или отмораживаться или творизаться, то чтобы были потенциальные доноры, у которых можно взять, это вот старая история с голливудским фильмом «Остров», где, значит, выращивали таких доноров, значит, таких придурковатых, вот, и тогда, когда их забирали на операцию, то всем остальным говорили, что вот они, значит, так сказать, едут на какой-то замечательный остров, а на самом деле их просто убивали там дальше в операционной, потому что вырезали у них органы, которые нужны были очень-очень богатым людям, ради которых они и выращивались. Вот, то есть в этом смысле Путин пошел далеко-далеко вот эту вот научную фантастику голливудскую, и, конечно, он заботится о своем здоровье, и, больше того, вот его признание о том, что он не заморачивается, это действительно его кредо. Путин всю жизнь никогда не любил работать, никогда не любил перерабатывать, вот, и поэтому, кстати, ну, надо отдать должное, что он не так плохо выглядит для своего 71-летнего возраста, вот, и там спортивные залы у него есть любые, и куда угодно можно поехать, и на любые курорты, тогда, когда он мог ездить. Ну, а сейчас у него там осталось там, я не знаю, только то, что внутри Российской Федерации, плюс Беларусь, плюс Китай, плюс, может быть, Центральная Азия, вот, и в этом смысле ограничение какое-то есть, но по деньгам-то ограничений нет, и поэтому, конечно, он делает все, что только можно, и я думаю, что на этом он посажен, на самом деле, психологически, то есть у него он трехнутый на этом деле, и поэтому любой шарлатан, который придет к нему, и ему что-нибудь такое пропоет, он, я думаю, что его можно очень легко манипулировать на этой тематике. Кстати, в этом смысле он абсолютно похож на Гитлера, потому что у Гитлера был тоже свой собственный врач, который ему... И вообще священный грааль искал по всему миру? Нет, это само собой. Это само собой, но у него просто был личный врач, которому, кстати, он дал звание обер-группенфюрера и так далее, который просто ему колол всякие наркотики, и Гитлер на самом деле получал очень жуткое каждодневное сопровождение медикаментозное, и там у этого врача были какие-то люди, которые говорили, что он просто его убивает, потому что, ну, так сказать, слишком много, и непонятно, чего он там ему колол, там и амфетамины были-то, и чего только не было. Ну и история доказала, что он не пережил, ну, сколько ему там было, 55 лет, когда он, или 54 года, то есть примерно как Ленин, да, когда он погиб. Понятно. Интересно, на путь. В то время амфетамины ведь были в Германии, это было экспериментальные, тогда их называли препараты, сейчас мы понимаем, насколько это опасный наркотик. Вот Путин настолько трехнутый, он тоже может какие-то экспериментальные препараты принимать, как вы думаете? Да, конечно. А вот это, кстати, интервью его дочки, оно отвечает на этот вопрос, потому что она же, так сказать, она как раз занимается этими делами, и она говорит, что да, вот у нас там и стволовые какие-то у нас, и клеточные всякие препараты, и производные из клеток, и производные из того, что производят клетки, то есть на самом деле она действительно, вот она конкретно его этим делом занимается, и в этом смысле это тоже очень символично, потому что он, судя по всему, не доверяет никому, кроме своей семьи, членов своей семьи, Поэтому вот такую тему он не мог доверить никому, кроме своей дочери, в надежде на то, что она-то ему не будет какую-то гадость колоть неизвестную. Хотя она призналась, что раньше это было такое околонаучное направление, которое стало широко популярным даже тогда, когда еще ни врачи, ни наука толком не знали, чем это закончится. Но оно было настолько популярным, настолько и опасным еще совсем недавно, в 2000-х годах. Вы помните эту череду смертей очень известных артистов в Российской Федерации, ну и на территории СССР? Гундарева, Абдулов, сейчас сразу всех не вспомню. Это все были жертвы пересадки стволовых клеток. Тогда это было просто на таком, знаете, на уровне на коленке это делалось и толком не изучено. И вот они стали первыми ее жертвами. Они затем погибали от молниеносно развивающихся форм разного рака. Так что омоложение тогда, играли тоже с омоложением. Дай бог, чтобы дочка наэкспериментировала что-то с Путиным, честное слово. Так, пойдем дальше по другим темам. Алексей, а как же клятва Гиппократа? Она не распространяется на маньяков, убийц и военных преступников. Я вам так отвечу. И на убийц моего народа. Значит, кого не жалко в Российской Федерации? С морозов мы начали, да, с вами этот разговор. Морозы пытаются использовать для продвижения мобилизации. Ольга Романова, это глава фонда «Руссидящая», я думаю, многие зрители знают. Она бывает и в гостях на канале «Унян». Сообщила, что в российских колониях на фоне минусовых температур заключенным создают невыносимые условия для того, чтобы те шли воевать в Украину. Как вам кажется, это говорит о том, что вот этот тюремный потенциал для мобилизации, он уже потихоньку исчерпался? Не хотят уже закидти? Или их уже просто не осталось? Да, он действительно, это вопрос абсолютно правильный. И на него ответил нам, кстати, Яшин. Потому что он сидит реально в тюрьме. И он говорит, что у них ходили там люди, и сейчас люди отказываются. Ему, кстати, тоже предлагали, он отказался. И он намекал на то, что вот тех, кто отказывается, на них начинают потом давить для того, чтобы их заставить принудительно, добровольно согласиться. И, кстати, на это дает еще ответ последний обмен, очень странный обмен. Потому что вот когда 248 человек «Вы» отпустили россиян, из которых 180 человек – это бывшие зэки. И вот мы говорили на эту тему с Глебом Киеных, и он показывал, ставшее довольно популярным видео, где какие-то люди просто задают вопрос. Не знаю, для чего, кстати, совершенно непонятно. Мне было, вот тогда, когда я с ним разговаривал, задают вопрос, по какой статье «Вы сидели, прежде чем пропали на СВО?» Вот так называемую. И они называют там в основном 105-е – это убийство. И там сопутствующие какие-то статьи, я не знаю, причинение интересных повреждений и прочие всякие вещи. И это было странно. А вот когда вы задали мне этот вопрос, вот это все стало на свои места. То есть понятно, что на зэков идет борьба за этих зэков, и для них сделали специально этот видос, чтобы показать, что если, не дай бог, они попадут в плен, то они будут первыми, кого обвиняют, так сказать, что это вот не нормальных людей обвиняют, а обвиняют именно зэков. Потому что, ну, огромное количество, представляете, 180 человек из 246. И это уже, причем такие морды, потому что вот у меня даже был комментарий под моим видео, где человек написал, вы знаете, ну, была такая странная история, теория Ламбразо, о том, что вот сам ваш физический вид, он как бы уже задает ваш характер и ваши отрицательные стороны характера, и как бы можно просто по-вашему лицу сказать, преступник вы или нет, да, склонны ли вы к преступлениям или нет. Но вот когда на эти рожи смотришь, то, в общем, начинаешь верить в теорию Ламбразо. Да, понятно. Этот обмен, он странный не только, да, но действительно, скорее всего, так и есть, что они хотят показать зэкам в Российской Федерации о том, что мы вас все равно вытащим. А сам факт этого обмена, он был очень неожиданным для Украины. Дело в том, что была очень большая пауза по обменам, и виновны в этой паузе были именно с российской стороны, они осознанно не шли на обмен. Причины тоже понятны для чего, да, чтобы обвинять украинские власти, чтобы какие-то волнения вызвать внутри Украины. Не получилось это, кстати. Кстати, пауза почему прервана? Кто мог повлиять на Путина, чтобы этот обмен вообще состоялся? Ну, во-первых, мы с вами ответили в первой части, уже ответили, да, потому что если идет борьба за зэков, то, очевидно, кто-то ему сказал, что будем сейчас ходить снова опять по колониям собирать зэков, и, значит, нужно было обменять, и нужно было сделать пропагандистский видос, чтобы показать этим зэкам, что вот за них кто-то там будет бороться, если они попадут в плен с одной стороны. И с другой стороны, я слышал вообще-то, что там активное участие то ли Арабские Эмираты принимали, то ли Катар, то ли вот кто-то из Среднего Востока, то есть Араба Среднего Востока. И, возможно, может быть, там еще и не при отсутствии Кадырова, потому что Путин брал Кадырова туда, значит, туда переговариваться. А когда мы выкладываем еще сюда же встык то, что Кадыров говорит, снимите с меня санкции, тогда я вам отдам пленных украинцев, то, понимаете, здесь какая-то выстраивается тоже цепочка. Я не думаю, что мы дали ответ, но мы, по-моему, нащупали что-то, то, что может дать какие-то версии того, как это дело продвигалось. По-моему, это все-таки продвигалось через какие-то арабские страны Среднего Востока. А вот почему именно в этот период? Мне кажется, что вот это больше для того, чтобы продвинуть новую кампанию вербовки зэков в колониях и сделать перед этим пропагандистский ролик. Так, под их готовят удар Путину в Соединенных Штатах Америки. Я про 300 миллиардов замороженных активов Центробанка. Байден заявляет, что он поддерживает эти инициативы. Похоже, что эти деньги будут переданы Украине. Как вы оцениваете? Что Путин? Как отреагирует? Чего ждать от него? И вообще, насколько это мощный сигнал элитам? Я понимаю, что это не деньги, условно говоря, Грефа и олигархов, Фридманов всяких, но все равно это российские деньги, это огромные деньги. Как они отреагируют и каким выводом могут прийти? Ну, во-первых, хочется похихихать, потому что деньги в морозильнике, и Путин в холодильнике у Валерии Дмитриевича Соловья лежит. Замороженные деньги замороженного Путина. Идет борьба с морозилкой. На самом деле, это хорошая новость, потому что деньги заморожены давным-давно. Деньги не такие уж и большие, если так по-серьезному сказать, потому что 300 миллиардов – это российский годовой бюджет. А за путинские 25 лет правления они там наворовали триллионы, там не 300 миллиардов. И, в принципе, Россия как страна, она, конечно, потенциально стоит гораздо больше, и это, так сказать, у нее не самые последние деньги. Они, кстати, сравнимы с совокупным богатством российских олигархов, потому что 117 миллиардеров, которые в Российской Федерации есть, их состояние совокупно сейчас оценивается в 350 миллиардов. То есть сравнимые вещи. Но самое главное – это другое. Самое главное – то, что эти деньги легко можно передать кому угодно. Причем я не думаю, кстати, что если решат их передавать, что они все окажутся в Украине. Потому что я думаю, что миллиардов сто – это будет возмещение потерь западным компаниям, у которых конфисковали их авуары в Российской Федерации. То есть вам отдадут половину, наверное, из этих денег, но не все деньги. Но даже половина денег – это все равно больше, чем те 61 миллиард, которые Америка не может до сих пор проголосовать, или 50 миллиардов на три года или на четыре года, которые Европа не может проголосовать. То есть, в принципе, это, конечно, вполне достаточно себе деньги. Другое дело, что здесь возникает, видите, какая опасная ситуация для Запада, потому что если передать эти деньги Украине, то Украина становится суверенным государством, которое само решает, у кого покупать военное вооружение. Потому что если вам передают даже 100 миллиардов или 150 миллиардов, то вы становитесь покупателем с деньгами, а западники будут бороться тогда за делать конкуренцию. То есть вы можете устроить конкурентную борьбу между западным миром и даже не очень западным миром, кто вам первый и подешевле и получше продаст оружие. И это немножко сомнительно, что вам дадут такую свободу действий. Но, с другой стороны, западному миру все-таки приятнее отдать чужие деньги, чем отдавать свои деньги. И по этому поводу я так думаю, что этот вопрос будет решен именно потому, что не хочется в предвыборный год американский отдавать свои деньги. И там все они играют в политиканские игры, там демократы с республиканцами. И решат отдать российские деньги. Может быть, не всем. Про 61 миллиард, о котором вы вспомнили, которые зависли в Конгрессе Соединенных Штатов Америки. Как вам план республиканцев по помощи Украине? Мне очень нравится. Мне кажется, он просто демонстрирует Путину, что не надо ждать президентских выборов, как манны небесной. Ничего может не поменяться. Об этом мы говорили очень давно, об этом мы начинали говорить еще в 22-м году, о том, что на самом деле республиканцы критикуют. И, кстати, было довольно много. Это было целое движение республиканцев, которое критиковало Байдена не за то, что он вам много дает оружия, а за то, что он дает вам мало оружия и не вовремя дает оружие. И вот этот план замечательный. Жалко, что мы о нем поздно узнали, потому что, судя по всему, он в закрытом виде был опубликован в ноябре месяца прошлого года. Только сейчас он дошел до нас по открытым источникам. И действительно, это очень хорошая вещь. Я понимаю, почему ее вскрывали, кстати, в том числе и западные средства массовой информации, потому что они разрушали все эти истории, что Запад устал, что Америка не готова ничего делать, что республиканцы против помощи Украине, что республиканцы поддерживают Трампа, что республиканцы поддерживают Путина. Это все дело очень жестко было разбито, потому что сразу три видных руководителя комитетов Конгресса США, которыми руководят республиканцы, составили очень связанный план, план действия. И, кстати, это ответ тоже. Тут недавно была статья, где было сказано, что Зеленского вызвали в Давос, чтобы требовать от него конкретного плана борьбы с Россией. И очень было смешно, потому что вот этот план, он разработан, пожалуйста, тремя видными республиканцами, которые руководят комитетами, профильными комитетами по обороне, по безопасности, по иностранным делам, вот такие комитеты в Конгрессе США. И они сами дают этот план, ничего разрабатывать не надо. И президент Зеленский под ним может подписаться тремя руками и 25 ногами без всяких проблем. И, то есть, ребят, только давайте, и никаких проблем нет. Так что в этом смысле, конечно, это очень интересная вещь и очень показательная, символичная вещь. И, вы знаете, ее слили республиканцы, потому что на них стали давить, на них стали говорить, что вы там саботируете, потому что идет подготовка к выборам, вы саботируете усилия американской администрации. И для того, чтобы отвести от себя, на самом деле, недовольчество какого-то количества избирателей, они сами опубликовали этот план для того, чтобы доказать, что нет-нет, посмотрите, что мы способны сделать. На самом деле, совсем не так. Мы, наоборот, критикуем Байдена, что он вам мало дал и не вовремя дал. И он виноват в том, что у вас не состоялось контрнаступление так, как было запланировано. Потому что если бы мы были на его месте, это подразумевается, поэтому голосуйте за нас и за нашего кандидата в следующий раз, то Украина получит сразу все, что ей надо. И, кстати, тот же самый Трамп, ведь его история о том, что я прекращу войну за 24 часа, все вспоминают первую часть, где он говорил, что я вызову Зеленского и Путина, скажу, что они... Там вообще была часть иначе. Да, но там была часть вторая, которая скажет, что если Путин меня не поймет, тогда я вызову Зеленского и дам ему в сто раз больше, чем ему дает Байден, чтобы он разбил сразу Путина. Так что в этом смысле я вообще всегда критически и даже иронически, и саркотически относился к заявлениям российской стороны, который говорил, что им выгоднее администрация республиканская, чем администрация демократическая. Если в конце прошлого года мы в Украине здесь боялись того, что украинский вопрос, война России против Украины будет использоваться активно в избирательной кампании в Соединенных Штатах Америки, и мы этого опасались, то сейчас появилась надежда, что это использование Украины будет еще и с толком для Украины. Ну, возможно. Алексей, это я вам говорил летом. Летом этого года. Но тогда я не очень хотел говорить прямо. То есть, в смысле, моя мысль была такая, что вам придерживают помощь сейчас, в 2023 году, потому что сейчас она невыгодна Байдену, чтобы вы в этом году выиграли. Но когда у него будет выборный год, 2024 год, то самая выгодная вещь для Байдена, это чтобы к сентябрю месяцу Украина победила. И ему он прямо накануне выборов предъявляет победу Украины, и поэтому вас завалят. Могут завалить военной техникой, начиная с апреля и мая этого года, чтобы настоящее контрнаступление произошло в этом году. Почему я это не говорил летом 23-го? Потому что это предразумевалось, что вам ничего не дадут до конца этого года, и что таким образом вы будете платить жизнями ваших бойцов, что это удлиняет войну и так далее. Мне было очень неприятно это говорить. Ну, поживем увидим еще. По поводу Запад устал и всех этих ЭПСО Российской Федерации, но они очень активно их распространяли. Многие в Украине даже в это начинали уже верить. Но согласитесь, Риши Сунак немножко всю эту историю поломал. И это историческое соглашение, подписанное между двумя президентами, конечно, говорит о том, что... Ну, есть усталость, но есть понимание того, что Украина – это уже стратегический партнер. И есть понимание о том, что Запад думает о том, как помогать Украине после войны. И Сунак четко говорит, мы поможем вам победить. Это впервые... Ну, на моей памяти впервые мировой лидер такого уровня говорит, мы четко приведем вас к победе. Вот наш план. Это не... Вот так открыто, да, может быть, это первый раз говорится. Хотя, по-моему, Байден... Мы поможем вам победить. Вот это четкая цитата. Да. Это очень важная цитата. Я не буду с вами спорить, первый раз это или не первый раз, потому что мне кажется, что не первый раз. Но, тем не менее, это очень важная цитата. Но, опять же, еще важнее то, что не просто что вы подписали этот договор, что Решисунак к вам приехал и подписал его, а то, что это была уже целая цепь действий, потому что очень активизировалась, по крайней мере, на вербальном уровне подготовка к передаче вам на 8,5 миллиардов вооружений Германии. И она продолжает это подтверждать, что она будет этим заниматься. Вам передали, кстати, на двухсторонней основе, мы это с вами обсуждали, для того, чтобы немножко добавить позитива в нашу передачу, что если американцы занимаются проволочками, то на двухстороннем уровне там вам передали и норверцы, и голландцы, и датчане, и японцы, и кто только вам не передавал. На самом деле, никакие поставки не прекратились. И поляки вам помогают, и прибалты вам помогают. То есть в этом смысле ничего не прекратилось, все продолжается. И плюс, обратите внимание, как только приехал Риши Сунак, то сейчас Макрон, у которого поменялось правительство, значит, новый премьер-министр очень молодой, и его новый, только назначенный министр иностранных дел, тут же приехал первый визит в Киев. Это буквально через день после визита Риши Сунака на следующий день Стефан Сейжонэ, который к тому же еще озвучил и другую еще концепцию о том, что Франция готова с вами строить на вашей территории военное производство, передавать вам технологии, чтобы вы сами для себя производили вооружение, и чтобы не зависели таким образом в будущем от подачи каких-то, ну, такое неприятное слово, помощи зарубежной. Так что в этом смысле на самом деле здесь много чего выстраивается в одну линию, и, кстати, Макрон в декабре месяце говорил очень важную вещь в одном из своих интервью, он сказал, что даже если Соединенные Штаты Америки откажутся помогать Украине, мы не откажемся, европейцы не откажутся, и это было тоже очень важно. Так что, в общем, конечно, прорывы, прорывы дипломатических важных много, другое дело, Алексей, мы с вами понимаем, что подписать бумажку это одно дело, а вот когда она заработает, это другое дело. Это не бумажка, это все-таки не Будапештский меморандум, да, напоминание. Ну, вот здесь я... Давайте так, мы не можем гадать, понятное дело, что документ должен работать, выводы какие на сегодняшний день? Такого уровня документов о сотрудничестве Украина еще ни с кем не подписывала. Это действительно прорыв для Украины. И судя по реакции тех же Соединенных Штатов, Британия же первая была, я только успел подумать, а как же не... Почему не Америка первая? Почему не США? Через два часа посол Соединенных Штатов в Украине быстро объявил о том, что Америка уже провела с Украиной несколько раундов подобных переговоров и тоже уже на финишной прямой для подписания. Мне кажется, сейчас будет парад этих подписаний. Никто не захочет быть последним, кто... Да, вы знаете, есть еще немножко анекдотическая сторона в этом документе, но мне кажется, что она очень важная. Потому что в этом документе написано, что в случае, если Российская Федерация представляет угрозу Великобритании, Украина обязывается помогать Великобритании. Это и называется взаимовыгодное партнерство, а Украина и не против. Это комплементарная вещь. Вы представляете, просто в Европе уже понимают уровень украинской армии на сегодня и каким он будет по окончанию войны. Сильнее армии, но в Европе уж точно не будет, согласитесь. Я вообще считаю, что украинская армия сейчас самая сильная армия в мире, просто потому, что она самая сильная воюющая армия в мире. Потому что есть армии, которые и по оснащению, по численному составу США, Китай и некоторые другие. Даже Российская Федерация. Формально у них миллион тридцать тысяч человек в армии, но эта армия два года не может с вами справиться. Поэтому она не считается. Все уже поняли, что эта армия уже не работающая. А украинская реальная армия, которая ведет войну два года широкомасштабную, а до этого уже еще восемь лет региональную войну, которая доказала, что она является самой эффективной армией в мире. Давайте на вот этом хорошем выводе и на оптимистичном, умеренно оптимистичном прогнозе, к которому мы пришли к концу нашего разговора, сегодня и закончим. Вот хочется вот так именно финализировать. Сегодня надежды есть и в общем-то все развивается, начало скорее всего развиваться в нужном ключе. Желательно, чтобы еще набрало и хорошую скорость. Спасибо вам огромное за этот разговор. Давайте напомним зрителям, что вы у нас полковник запаса, бывший разведчик-нелегал, публицист, известный блогер. Я прошу подписываться на ваш YouTube-канал. Нужно уже вас до 200 тысяч как-то довести. Сергей Жирнов сегодня отвечал на мои вопросы, как обычно бывает раз в неделю в программе «Тайны с Жирновым». Спасибо, что смотрели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова